В любом образовательном учреждении нашей страны патриотическое воспитание подрастающего поколения занимает серьезное место. Проводя внеклассные уроки, учителя стараются донести до детей и подростков высокий смысл таких понятий, как Родина, Отечество, Вера. Выполняя эту важнейшую задачу, профессиональный лицей номер 59 реализует в течение года две программы, посвященные русскому языку и Году истории России. В течение года уже было очень много мероприятий по реализации этих двух программ. Обучающие семинары, очень интересные экскурсионные поездки в города Ростовской области с посещением исторических музеев. Наши учащиеся, помимо всего прочего, являются участниками творческой группы, которая называется «Край родной». И в рамках реализации программы этой группы мы совершаем большое количество экскурсий. Так, в этом году мы совершили автобусную экскурсию в город Волгоград 9 мая. Мы ездили по Ростовской области. Мы были в таких городах, как Новочеркасск. Мы были в станице Раздужской. Преподаватель русского языка Людмила Максимовна Семчук уверена, что учитель не может и не должен быть равнодушным к вопросам воспитания молодежи. Ведь он осуществляет связь времен, передает эстафету из настоящего в будущее, определяя тем самым грядущую судьбу страны. Не случайно урок-презентация о Донском крае, посвященный 75-летию Ростовской области и разработанной и подготовленной Людмилой Максимовной, вызвал неподдельный интерес учащихся. Меня удивило то, что второй курс девушки четвертой группы, это профессия парикмахер, изъявили желание сами принять участие в показе этой презентации. Они с особым удовольствием готовили тексты, с особым удовольствием учили стихи. Я чувствую, что они любят свой край, что это интерес не ложный. И речь улучшается, исчезает ненормативная лексика, исчезают слова-паразиты. Уж по крайней мере в моем присутствии они стараются контролировать свою речь, контролировать свой лексикон, и меня это радует. Я намерена продолжить эту работу, потому что считаю, как учитель русского языка, я просто обязана это делать. Пусть это будет моя теория малых дел, но я собираюсь достигать этой цели и постоянно заботиться о чистоте речи своих учащихся. Доверься Дону и храни все тайны, которые лежат под темной водой. И тихая волна, как утомленный странник, пусть говорит с открытой душой. Земле доверься, что тебя возрастила, и в поле выйти, брось зерно, возьми с собой отцов и дедов силу, горбушку хлеба, как велось давно. Реализация федеральной программы осуществляется педагогами и учащимися лицея в конкретных делах. Это и календарь, знаменательный дат, и уроки, посвященные нашим великим соотечественникам, достойным сынам Отечества, и экскурсионные поездки, и участие в семинарах и конкурсах. Во всех этих мероприятиях принимают участие лицеисты. Они знакомятся с грамотной речью, они учат тексты наизусть. Это способствует расширению словарного запаса, способствует развитию интереса к русской истории, к русскому языку. К сожалению, в последние годы наблюдается снижение интереса к русской речи, к грамотной русской речи. Вот одна из целей, наряду с воспитанием истинного патриота, это чистота родной речи, это культура речи, то, чего нам не хватает в постоянной жизни. Современная школа в ответе за воспитание человека, духовно богатого, высоко нравственного, любящего свою родину, свой народ, с уважением относящегося к истории родной страны и ее традиции. Эти высокие цели достигаются посредством обычных уроков и каждодневным трудом педагогов, людей неравнодушных, активных, воплощающих в своем лице все те качества, которые они стремятся привить своим детям.